Всем привет это скринкасты меня зовут Володин Сергей я работаю в почте mail.ru мы с вами продолжаем цикл роликов про то как работать на фронтенде с дизайн-системой на практике и напомню что мы сделали с вами в прошлый раз у нас было приложение в котором несколько компонентов примитивных кнопка checkbox input и простейший компонент приложения вот мы с вами перевели все стили этого приложения на использование токенов из дизайн-системы дизайн токенов дизайн токены это собственно физическое выражение дизайн-системы то есть все дизайнерские решения закодированы в виде переменных и мы с вами собственно это приложение на эти дизайн-токены перевели вот выглядит она следующим образом мы с вами поиграли с адаптивностью и так далее вот чтобы сегодня сегодня мы с вами попробуем сделать в этом приложении редизайн и так поскольку приложение использует токены с дизайн-системы теперь и у нее по сути нету никаких других хардкодов в наших стилях чтобы нам сделать редизайн нам нужно просто изменить значение этих самых переменных то есть нам нужно пойти в репозиторий с дизайн токенами у нас это парадигм токенс если мы используем говорим про нашу дизайн-систему почту mail.ru собственно наше приложение использует базовую тему давайте начнем делать какой-то редизайн во первых что нам нужно сделать у нас есть стандартный базовый вот стоп ну давайте его на мобилке сделаем равным x5 напоминаю что по умолчанию можно в принципе указывать все дизайн токены в виде обычных значений но также можно в относительных единиц их измерения на самом деле x5 это 4 умножить на 5 то есть 20 вот это напоминаю нужно для того чтобы в случае редизайна нам можно было удобно поменяв один токен изменить всю размерную сетку дальше значит стандартный отступ попапа вот у нас в последнее время модно добавлять больше пространства в интерфейсе поэтому давайте не будем жалеть и прям возьмем и сделаем что-то типа на десктопе как минимум x8 то есть это 32 пикселя будет отлично увеличим значение вот здесь до 24 пикселей на десктопе дальше что нам нужно поменять в нашем редизайне вот найдем переменку который отвечает за скругление кнопок элементов контрола формы то есть импуты кнопки так далее вот сейчас наш интерфейс выглядит довольно квадратным что не очень красиво 1021 году вот все стремлятся более закругленным формам поэтому давайте не будем жалеть и скажем что они будут равны x2 то есть x2 это 8 пикселей в нашей теме отлично вот но нужно быть аккуратнее потому что например нельзя сильно слишком сильно скруглять чекбокс потому что чекбокс это если его сильно скруглить он он превратится просто в кружок и пользователь начнет его путаться радиобаттоном поэтому в нашей дизайн-системе переменная за скругление чекбокса отдельная и она равна давайте сделаем x1 то есть два раза поменьше чтобы не превратить его в кружок и давайте еще последнее скругление сделаем то есть нам нужно сайс бордер радиус paper так это у нас переменная которая часть за скругление попапов и панелек давайте его не будем жалеть и очень сильно скруглим допустим x3 то есть в значении 12 пикселей отлично и так и что нам осталось сделать нам нужно немножко осталось доработать нашу типографику вот сейчас я просто возьму тему в которой эта типографика уже настроена и просто немножечко скопирую и вставлю взамен как я уже сказал мы три верхних заголовка хотим немножечко поменять размерность все супер отлично мы с вами в принципе ну сделали мини-редизайн в нашей дизайн-системе хорошо что нам нужно сделать дальше начнем пробовать интегрировать это в проект нет рано когда мы делаем любые изменения конечно же нужно запустить наши автотесты нашем репозитории дизайн токенов есть он довольно хорошо покрыт авто тестами там в принципе описан тестируется вся логика по преобразованию описание темы в различные форматы но также у нас есть еще так называемое тестирование снапшотами что это такое эта вещь которая сравнивает полученный объект темы предыдущего значения с текущим то есть когда мы сделали изменения у нас падают с наши снапшоты ну давайте посмотрим вот мы у нас был сайс борода радиус двойка мы поменяли на четверку но нам говорит что чувак у тебя изменился зачем это нужно сделать зачем нужно контролировать все наши изменения давайте посмотрим если мы посмотрим то увидим что упала аж 4 снапшота то есть не только в базовой теме но еще в нескольких темах вот давайте перейдем к тесту который падает и его перезапустим так видим что упал собственно снапшоты с базовой темой которые мы меняли но также упали снапшоты в теме ответ ответы mail.ru и туду задачи mail.ru почему а дело все в том что они наследуются от базовой темы соответственно когда мы меняем базовую тему мы также меняем еще ряд тем нескольких проектов собственно снапшоты нужны именно для того чтобы отслеживать и случайно не сделать изменения там где мы бы не хотели давайте быстренько пробежимся увидим что у нас там поменялось ну мы видим да что у нас изменились шрифты как мы хотели там и стали чуть побольше начертания по умолчанию изменилось всякие отступы и так далее кажется что все хорошо давайте заправим наш снапшот передаем флаг update чтобы он обновил наши код и сказал что наши автотесты работают отлично значит мы заправили наши автотесты что нам дальше нужно сделать дальше нам нужно просто взять и сделать новую версию пакета давайте мка давайте мы это сделаем npm run publish dist screencast опубликуем наш репозиторий с тегом screencast и давайте пока что посмотрим на наш и запомним как выглядел на выглядело наше приложение до того как мы сейчас сделаем редизайн соответственно выглядит она примерно таким образом то есть довольно квадратный интерфейс который был популярен там верно лет пять назад но сейчас он немножечко морально устарел вот у нас пока что публикуется и собирается наша дизайн-система мы можем пока что заранее подготовиться и написать команду которая нам обновит наш версию нашего пакета отлично у нас версия опубликовалась установилась наша зависимость и давайте запустим приложение посмотрим как она теперь выглядит запускаем стрибук приложение обновилась давайте посмотрим на как она выглядел раньше как она выглядит сейчас у нас стали намного больше input и больше пространства между контролами больше пространства в принципе форме и теперь она похожа на форму которая не стыдно показать в 2021 году на этом я хочу этот ролик закончить что мы сейчас сделали мы по сути сделали редизайн целого проекта просто изменив несколько переменных в репозитории дизайн-системы и все что мы сделали в самом проекте это просто установили новую версию пакета запустили приложение и она полностью было переделано типографика панельки input и все элементы все приложение было сделано просто обновлением зависимости весь редизайн собственно именно для этого мы используем дизайн-систему в наших сервисах внутри mail.ru групп на этом все смотрите скринкасты подписывайтесь на канал технострим ставьте лайки всем пока